Приветствую, доброго времени суток, всем, кто меня видит и слышит, с вами, как всегда, Гарги, и это уже пятая серия АТАКИ ТИТАНАВ! Битва за Трост, часть первая. Боевое крещение. Битва за Трост, погнали, боевое крещение, а то боевее не бывает, боевее реально не бывает, погнали! Эрнон пока себя показывает молодцом. Не может быть, он целился в пушке! Интересно. Он не случайно пробил тогда ворота. Черт, так он... Разумен. Разумен! Знал, куда целиться, по пушкам. А тогда он ударил по... Это все равно наш шанс! Воротам. Только он может разрушить стену. Если я смогу убить его... Рисовка на высоте. Красота! Слишком медленно! Давай! Вот тебе! Горячо! Выпуск пара. Он из себя... Выпустил пар. Ну, Эрн идет до конца. И исчез. Промахнулся? Что за призрак? Я обалдею. Серьезно. Нет. Колоссальный титан исчез. Испарился? У нас другие сейчас проблемы. Эрн! Ну как, ты его уложил? Нет! Все как пять лет назад. Он появился из ниоткуда. А потом исчез в никуда. Защищайте ворота. Ворота защищаете. Брежь! Прости. Я его упустил. Почему ты извиняешься? Мы вообще ничего не... Эй! На болтовню нет времени! Стена уже пробита. Правильно. Титаны прорвутся. Если мы быстро не заделаем ее. Чего стоите? Операция на случай появления колоссального титана уже началась. Немедленно в штаб. Всем очевидцам не забыть сделать доклад. Есть! Удачи в бою передовому отряду! Какой доклад у нас тут? Мочилова начинается! Ух! Ну, по крайней мере, на сей раз хоть подготовлены. Хотя бы знают, что делать. Берите только самое необходимое! Сохраняйте спокойствие и идите к выходу! Ох, мама. Ага. Если они прорвутся, повторится трагедия пятилетней давности. Мы остановим титанов здесь! Сетку железную там пустили. Селься! Блиэй! Огонь! Давайте, мочите их! А, на сей раз целятся. Вперед! Красота! Вы успешно прошли обучение! И больше не кадеты, а настоящие солдаты! Надеюсь, что вы проявите себя в операции! Не бойся, Хана. Я обязательно смогу тебя защитить. Сейчас не до этого! Канц! О боже. Ага, понятно. Что с тобой? Арни! Все хорошо! Руки дрожат. Я сейчас возьму себя в руки! Напуган. Ну, я... Дело плохе. У нас нет технологий, которые позволили бы быстро заделать огромную дыру. Мы ведь так и не смогли выкопать тот камень у передних ворот. А что? Если мы не заделаем ее, то город придется бросить! Успокойся! Успокойся и заряжайся быстрее! И прорыв стены розы станет вопросом времени! Это да! Они вообще могут в любой момент уничтожить человечество, если захотят! Армин! Успокойся! Сейчас, не тогда! Люди больше не проиграют титанам! Приди в себя! Заряжай УПМ и давай на выход! Прости! Я в норме! Отлично! Взял себя в руки более или менее! О! Вышел! Пришел! Да! Как-то быстро они сломали первую линию обороны! Людей-то хоть вывели! А это мы где? Где мы? Я раз в месяц позволяю тебе сыграть со мной! А ты не делаешь совершенно никаких успехов, Пиксис! Ну дела! С вами мне все еще не сравнится, Маркиз Баут! Ты же полностью отвечаешь за весь южный район! Ага! Как ты собираешься победить титанов с такими-то навыками и головой? Комендант Пиксис! Вам сообщение! Что за грубость? У Троста появился колоссальный титан! Ворота разрушены! О, кто-то психанул! Надеюсь, этот Пиксис грамотный мужик! Это грамотный мужик! Это грамотный мужик! Уже видно! Бухнем напоследок и погнали! Просто отменная выпивка! Почтительно принимаю ее как ваш собрат по полю боя! Эй! Стой, Пиксис! Пиксис! Говорю же, стой! Я не позволю тебе уйти! Чего? Немедленно собери своих солдат и защищай мои владения! Это же твой долг! Закрой свой рот, иди нах! Маркиз Балт, сейчас в тросте солдаты рискуют своими жизнями. Комендант, я подготовлю вашу лошадь. Скорее всего, многие из них уже погибли. Другие погибают, пока мы говорим с вами. Кому нужны их никчемные жизни? Бросих! К тому же, не говоря о том, что ты никогда не мог выиграть даже у меня, ты ничего там не изменишь. Не беспокойтесь, ваша светлость. В настоящем бою с титанами коменданта нет необходимости сдерживать себя. Классно! Довольно! Маркиз Балт, классно его опустили. Проведите этот день в тиши и спокойствии, как обычно. Короче, сиди на жопе ровной и дай мне делать свою работу. Ясно? Пиксис! Вернись! Пиксис! Пиксис! Обожаю этого лысого. Уже. Мне он уже нравится. Ребят, как обычно, в конце прочитаю. А пока, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам нравится. Смотрите со мной. Как и на учениях, разбивайтесь на группы, подчиняйтесь гарнизону. Вы обеспечиваете снабжение, передачу сообщений и зачистку титана. По авангарде отряды перехвата гарнизона. В центре курсанты под командой отрядов поддержки. Барьер гарди занимают позиции отборные отряды гарнизона. Нам сообщили, что передовой отряд уже разбит. Облом. Внешние ворота разрушены. Титаны вошли в город. А значит, существует большая вероятность, что появится бронированный титан и пробьет внутренние ворота. Ах, кстати, да. Не может быть, неужели, если падет и стена роза... Кранты. Молчать! Авангард уже вступил в бой. У оборонительной операции всего одна цель. Стоять насмерть перед стеной роза, пока эвакуация не будет завершена. Курсантов. Вы все должны знать, что дезертирство карается смертью. Поклянитесь сердцем отдать свою жизнь. Разойтись! Да! Курсантов бросили вперед, а? Вот сволочи. Они... Они не надеются даже, что... Город удержат. Завтра я был поуже в царе. А у Жанны! Не везет Жанну! Ты в порядке? О! Нет, нихера не в порядке. Все, Жанну... Облом, да, Жан? Обидно, обидно. Ничего страшного. Возьми себя в руки и иди давай вперед в атаку. Давай. О! Здорово! Не сейчас. Хватит. Смертник. Вспомни наши три года тренировок. За три года мы много раз были на грани смерти. Да? Некоторые правда погибли. Да? Кто-то убежал, кого-то выгнали. Но мы-то с вами выжили. Нифига себе. Разве нет? И сегодня мы тоже выживем. Сегодня ты выживешь. Блин. А завтра уйдешь в центр. Эрон. Блин. Мне он нравится все больше и больше. Черт. Молодец. Блин, вот... Идем, Дас. Долго еще реветь будешь. Эрон. Если начнется паника, сразу ищи меня. Что? Но мы же в разных группах. Когда начинается смятение, бой не идет по плану. Да. Я тебя защищу. Группы, не группы. О чем ты говоришь? Кадет Аккерман. Перемешаются сразу. Ты варьер-гарде по особому приказу. Иди со мной. Но... Но я для вас буду только обузой. Я не спрашивал твоего мнения. Эвакуация задерживается. Для защиты гражданских нужны все лучшие солдаты. Но я... Эй! Молодец. Живо прекрати, Микаса! Возьми себя в руки! Все человечество на грани вымирания! Почему ты думаешь о том, что хочется тебе? Короче, ее берут на передовую. Прости. Я потеряла голову. Она не хочет ее потерять. У меня к тебе одна просьба. Так. Прошу тебя, не умирай. Не умру. Не могу умереть здесь. Так многие думают. Я все еще ничего не знаю об этом мире. В наших литературных памятниках ничего не говорится о возникновении титанов. Мы почти ничего о них не знаем. Все, что нам сейчас достоверно известно об их телах, получено из последних докладов разведкорпуса. Снова разведка. Подтвердить у титанов наличие разума, подобного человеческому, не удалось. И на данный момент нет случаев достижения взаимопонимания. Строение их тел радикально отличается от других существ. Половых органов нет. Способ размножения неизвестен. Но внешне большинство напоминают мужчин. Их тела имеют крайне высокую температуру. По непонятной причине их не интересуют никакие живые существа, кроме людей. Ими движет исключительно желание пожирать людей. Но из того, что они больше ста лет выживали в среде полностью лишенной людей можно сделать вывод, что у них нет потребности в еде. То есть выдвинуто предположение, что их цель не питание, а истребление. Главная причина, по которой человечество было загнано в угол, в невероятной жизнеспособности титанов. С давних времен человечество обладает пушками, но их мощью остановить титанов не удалось. Титан не погибнет даже если лишится головы. Опять же есть различия, но в среднем голова отрастает за 1-2 минуты. Отрастает. Вот это да. Мало того, что они здоровые... Учитель! Получается, что титаны бессмертны? Не бессмертны. Есть один способ победить титана. Цельтесь сюда. Если сильно повредить это место, титан не сможет восстановиться и погибнет. для разрубания их плоти мы используем два таких меча. Если нанести удар в слабое место, то титан умрет быстрее, чем успеет восстановиться. это даже не моргает. Отличный шанс, тебе не кажется? Чего? Если еще до вступления в развед корпус, мы покажем себя в первом бою, нас сразу же возьмут к себе и дадут мне очередное звание. Ну, а цель как он думает. Перевяживи сперва этот день, а потом думай. Да, это точно. Просто напоминаю, в этом году многие из нас метят в развед корпус. Раньше ты меня во всем опережал, но сейчас я не проиграю. Ловлю на слове, Томас. Ну, что ж, посмотрим, кто перебьет больше титанов. Чур не жульничать. 34-я группа вперед! Поддержите авангард! Как уж тут жульничать интересно. Ну, давайте вперед, посмотрим, на что вы способны. Ну, и как очень красивые сцены, на самом деле. Очень красивые. Ну, если бы их не сделали, то смысла бы не было в этом аниме, на самом деле, если бы не могли бы так делать. О, первая цель. Вперед! титану уже здесь? Выходит, что авангард уже разбит. Что же это? Старшие только на показуху способны? Я не ждал, что будет легко. Но это слишком. Много, да? Девиант! Стой! Вы что, врезался? О, тупой. О! Айрон сильный! О! Томасу Хана. Да. Пока минус один, ребят. Не так все просто, да? Это вам не Наруто. Где там? соперничать. Мы друзья и соперники. Нифига. Тут все умирают, реально. Вот она. Вот они иллюзии развеялись. Дохнуть будете как мухи. Идиот! Придурок! Как ты посмел съесть собак-то? Не уйдет! Не за что не уйдет! Блин, а он круто маневрирует. Ох, на старте подрезали. А вообще красиво летел. Аблом. Минус нога. Все, весь от всему отряду кранты. Привет. Господи, ну и рожа. А, не надо! Прошу! Не надо! Да. Почему я смотрю, как моих друзей пожирают? Оступенела. Все. Опа, она. Слушайте, чем-то на его деда похож. Мое село не двигается. Почему он похож на его деда? Конец. Я не понял. Эрен тоже? Армин, то есть Эрена какой-нибудь. Эрен! 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 Что такое, Армин? Смотри, эту книгу прятал мой девушка. Нашел время вспоминать. Не написано о внешнем мире. Что? Книга о внешнем мире? Но ведь такое запрещено. Тебя же поймает военная полиция. Послушай, да какая сейчас разница? В ней говорится, что большая часть мира покрыта водоемом под названием море. И вся вода в этом море соленая. Соленая? Чушь какая-то. Ведь соль настоящее сокровище. Торговцы бы сразу всю ее забрали. Море такое большое, что его не вытерпаешь. Да ладно. Обалдеть. не только горы соли. Реки огня, ледяная земля, поля из белого песка. Внешний мир во много расширее, чем наши стены. Внешний мир. Обалдеть. знаешь, вообще-то это еще секрет, но мои мама с папой очень скоро поедут во внешний мир. Да, внешний мир. О, как. Знаешь, Эрон, мне бы хотелось когда-нибудь исследовать внешний мир вместе с тобой. Давай, вставай, хотя, вставай. Наш мужик. Ноги уже нет. Но ничего страшного, у нас есть УПМ. Вытаскивали, молодец. Блин, вытащил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я умру. Эм. Армин, ты мне рассказал, так что я во внешний мир. И хряснет руки. Эрон! Быстрее! И хряснет руки, я же сказал. Все, Эрон, насожрали. Микаса почувствовала. Микаса почувствовала. Классный кадр, кстати. Великолепный. Супер. Продолжение следа. Художник явно вдохновлялся, между прочим. Некоторые кадры прямо видны, что художник, вот тот, кто рисовал, извиняюсь, забыл фамилия, имя, сразу видно, парень очень подкован в искусстве, вдохновлялся картинами, шедеврами искусства. Причем всего. Об этом подробнее расскажу попозже. Итак, сведения доступны на данный момент. Стационарные пушки на стенах, часть первая. До изобретения устройства пространственного маневрирования главным орудием против титанов были пушки. Чтобы компенсировать недостаток подвижности, их установили на стенах и модифицировали для обороны. Сведения доступны на данный момент. Стационарные пушки на стенах часть вторая. Картечь обладает низкой поражающей способностью, но эффективна для обездвиживания титанов. Разрывной снаряд обладает высокой убойной силой, но его точность крайне низка, что делает наведение и стрельбу трудной задачей. Ну что ж, учитывая всю ситуацию, учитывая всю ситуацию, им нужна любая помощь. Пушки, мечи и так далее и тому подобное. Потому что, ну что поделать, перевес, численный перевес на стороне титанов, тут нужен технологический перевес, иначе по-другому никак. Но этот технологический перевес, скажем так, недалеко ушел. Что ж, по поводу так, начнем с Пиксиса. Пиксиса, комендант Троста. Мне уже нравится этот мужик. Очень жду его на передовой. Сразу видно старый, ярый, мощный боец, который потерял очень много бойцов. И вот интересно, у меня такой вопрос возник, а можно же, когда человек, например, состоит в разведкорпусе, он может перевестись в, вы понимаете, да, в войска для стен. Они могут так перевестись или не могут? Будьте добры, напишите в комментарии, если кто знает об этом. Потому что реально интересно. Потому что мне кажется, что Пиксис, ну точно не штабная крыса. Он 100% уже поубивал этих тварей по полной программе. И мне почему-то кажется, если честно, что он бывший разведчик. Ну так, Маркиз Болт. Яркое проявление того, как нынешние монархи, аристократия относятся к обычным людям. Вот только никто не учитывает, что стоит человеческому ресурсу понизиться, они тоже обеднеют. Потому что некому будет работать на плантациях, некому будет работать в полях. И их ресурсы скоро истощатся. Это во-первых. Во-вторых, скоро многим нечего жрать будет, если они ищут одну стену, я имею в виду большую трост, потерять это еще ладно. А вот если полностью потеряют все кольцо, то кранты. Мне очень понравилось, между прочим, по-быстренькому нам продемонстрировали лекцию, которую вот в 104-м корпусе им читали. Мне очень понравилось, что титаны, на самом деле, как выясняется, это не какие-то хаотичные существа. Это существа нацелены только конкретно на уничтожение людей. Они не имеют никаких половых признаков. Им не нужна еда. Им не нужно, не знаю, спать им нужно или нет, это я понятия не имею, тут это не сказали. Но они абсолютные машины для убийства. Причем вечные, как я понимаю. Тут им и жрачка не нужна, и они усталости скорее всего не чувствуют, и они не кушают ничего другого, кроме человека. Между прочим, это мне кое-что напомнило, если кто смотрел культовый легендарный фильм Ридли Скотта «Чужой», если кто смотрел, то и потом разобрался вообще в лоре данной вселенной «Чужой-1», «Чужой-2» и так далее и тому подобное. Все прекрасно знают, что «Чужие» были изобретены как оружие, как оружие массового поражения. Это станет более сильнее понятно те, кто «Ковчег» посмотрит, то есть предысторию всех «Чужих». Это, ну, короче, не важно. Смысл в том, что «Чужие» это были созданные специально существа, чтобы уничтожать людей. Они были точно так же подготовлены. Их было очень сложно убить, они были на редкость живучие, они были на ред... они были... их было... убить было сложно, потому что даже если их порезать, даже если их порезать, то есть даже их кровь служила оружием, то есть, ну, короче, эти титаны такие же. То есть они чисто... Вот это сразу понятно, что это не природное явление, это искусственно созданные существа. Потому что, когда есть определенная установка на что-то, значит, и которая, между прочим, ничего с природой близко не имеет, значит, тут имеет место быть какое-то искусственное вмешательство. Это я и так уже понял. Это тут и можно до этого додуматься. Итак, по поводу, между прочим, по поводу момента, когда Армина чуть не съел, чуть не съел титан. Между прочим, мне очень странно показалось, почему-то, почему-то, вот почему этот титан был так сильно похож на старика? Вот честно, это имеет какой-то подтекст или нет? Мне реально показалось, что это его дед. Вот честно, как будто его дед его хотел съесть, мне реально почему-то так показалось. Может быть, это также показалось до того, что я увидел также намек, снова же вернемся, я в первой серии говорил по поводу античной мифологии, которая, ну, сто процентов автор ею вдохновлялся при создании сюжета, серьезно, потому что, если честно, я вот ярко уловил момент из античной мифологии, конкретно из греческой, это очень важно, я потом на римскую перейду, я потом объясню, в чем смысл. Греческая мифология, где Кронос пожирал своих детей, то есть богов в итоге. А теперь, что касается мифологии римской, в римской мифологии также присутствует подобный акт каннибализма, скажем так, понимаете, в чем дело, мне это просто показалось очень знакомым, потому что кадры, которые нам в данный момент показывали в пятой серии, очень-очень как-то контрастируют на фоне одной картины. Так вот, почему я вспомнил еще римскую мифологию, потому что, на самом деле, данный момент, который сейчас нам тут показали, я имею ввиду пожирание всех этих бедных ребят, об этом отдельно поговорим, смысл в том, что очень контрастирует, ну, очень явно прямо намек напрашивается, вот, напрашивается прямо схожесть между всем этим моментом и картиной Франчески Гойи, как Сатурн, пожирающий своего сына. Я вполне уверен, вы видели эту картину, да, она считается шедевром, но второй раз ее 100% не хочется смотреть, вы понимаете, да? Но реально очень сильно похоже, вот серьезно. Картина, кстати, намного страшнее на самом деле, чем данные сцены, но вот я об этом говорил, когда я имел ввиду, что художник реально, вот тот, кто создавал данное аниме, а точнее 100% мангу, абсолютно сильно вдохновлялся очень мощными источниками, очень. между прочим, еще раз хочу по этому поводу сказать, люди, которые эти вещи создают, мангу, эти аниме, вот в Японии, это не тупые люди. Многие, особенно на постсоветском пространстве, ну, я вырос в эти моменты, да, абсолютно, они, большинство людей, ну, лет 10-20 назад относились к этому, мягко говоря, очень скептически, но на самом деле это очень глубокие произведения, которые вдохновлены шедеврами искусства, как и литературы, так и художественными произведениями, которые считаются обязательными для того, чтобы познать самого себя, для того, чтобы познать мир, для этого искусство и существует. И в данный момент данное произведение вобрало в себя очень многое, очень многое, очень много отсылок, и вдвойне приятно, когда эти отсылки знают, когда вот видишь это все, это вдвойне дает такой катарсис, понимаете? Мне это очень нравится в данном произведении, вот очень, тут символизм на символизме, главное это понять. Что ж, и еще одна отсылка была, теперь я не по поводу картины, не по поводу художественного значения, сейчас по поводу сценарного значения я хочу, хочу здесь обратить внимание, я хочу обратить внимание конкретно на всю ситуацию, которая произошла, это тебе не Наруто или Ван Пис, где, так, отдельно скажу, да, по поводу Наруто, ну что поделать, я из того поколения, которое только на Jetix'е смотрел Наруто, и Ван Пис, я очень люблю Ван Пис, на самом деле, очень люблю, но это не такое аниме, вот Атака Титанов, не такое аниме, где тебя отмудохали, чуть не убили, но ты по-любому выживешь, и у тебя целая команда соберется, или, например, когда один ты чувак, а потом тут другой чувак, он твой соперник, и одновременно друг, фигас 2, фигас 2, вот тут, я не собираюсь тебе уступать, я не собираюсь тебе уступать, в итоге всех сожрали, за 5 минут, за 5 минут всех сожрали, что я имею ввиду, я имею ввиду, то, что здесь очень яркий был, ну, для меня это отсылка, на самом деле, если кто знает, недавно, кстати, вышел 2 года, кажется, назад фильм, который получил, если снова же говорю, Оскар за лучший фильм на иностранном языке, кажется, 2 года назад, или год назад, ну, кажется, 2 года назад, фильм называется «На западном фронте без перемен», как и книга, между прочим, «На западном фронте без перемен», очень рекомендую, очень рекомендую, так вот, в данной книге описывается ситуация и ужасы Первой мировой войны, и это показывается со стороны молодых ребят, которые идут на фронт, идут с полным таким одухотворенным, одухотворенным стимулом того, что они пойдут сейчас защищать собственную страну, они будут рубить головы драконом, мочить все подряд, направо и налево, в итоге первая атака закончилась тем, что главному герою, вот главный герой, его одноклассники вместе с ним пошли, все массово записывались, более того, их подначивали записываться, так вот, ситуация была в том, что в первом же бою перед ним умер его друг, умер, просто так, вот так, хоп, и нету человека, хоп, и нету человека, все, и нет тебе тут никакого драматичного, драматичного монолога в конце жизни, нет тебе геройской смерти, с гранатами и так далее, ничего этого нет, просто попала шальная пуля, просто, жизнь оборвалась, вся твоя, все твои вселенские планы на великую судьбу и так далее, все ушло, все ушло, это был тот период, когда в литературе было модно показывать, что всего этого романтизма, критического реализма, самокопания в себе ни черта не значит, потому что ты можешь лишиться жизни за одну секунду, за одну секунду, и то, что близкий твой человек, с которым ты дружишь, и с которым ты думаешь, что будешь дружить всю свою жизнь, он тоже может погибнуть за одну секунду, вот в том произведении было очень ярко показано, насколько человек хрупкое создание, чьи мысли по большей части не имеют абсолютно никакого значения, потому что реальная жизнь, особенно военная, ох тебе сразу покажет, какой человек на самом деле занимает место в этом мире, но это вовсе не значит, что это так должно быть, но это уже мое мировоззрение, смысл в той книге именно вот такой, ну для меня, по крайней мере, я так считаю, понимаете, в чем дело, и поэтому эта книга и называется «На западном фронте без перемен», потому что там показана бедная, несчастная судьба одного парня, который полностью в себе, полностью изменил все свое мировоззрение, но это всего лишь один человек, и его, и поэтому на западном фронте без перемен ничего по факту не поменялось на западном фронте, если вот один парень, у которого очень глубокий внутренний мир умер, никому не нужен глубокий внутренний мир, это я сейчас не говорю, что он никому не нужен, это я просто так сейчас закончил мысль, здесь мне как показалось отсылочка к данному моменту была, потому что вот, пожалуйста, все друзья, с которым три года готовился драться, биться, все за одну секунду погибли, конец, и ничего нет, только тишина, все, что, что была пятая серия Атаки Титана, благодарю, если смотрели это вместе со мной, если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, и обязательно на Бусти подпишитесь, становитесь убийцей авторских прав, и смотрите, пожалуйста, данное произведение вместе со мной, если, еще раз повторю, если вам понравилось, абсолютно без ограничений, без прерванной музыки, и без рамок, удачи, увидимся уже на седьмой серии, субтитры, и субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...